В округе идет активная работа по заявкам жителей с сайта Добродел. Дверицкие площадки и стадион «Электрон» посетил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. Подробности о его рабочем визите в сюжете моих коллег. Визит Романа Терюшкова в городской округ Люберцы начался с посещения Центра управления регионом. Ежедневно сюда поступает более 200 обращений от жителей. В тройке самых популярных тем – благоустройство дороги и здравоохранения. На последней остановились подробнее. У нас создана группа людей, так скажем, наш центр такой, который обзванивает вместе с социальной защитой 65 плюс. У нас таких 43 тысячи человек. Значит, мы уже всех обзвонили. А из 43 тысячи человек, с какому количеству человек потребовалось? 316 потребовалось. То есть, которые у вас находятся на карандаше постоянно? 316 помощи, волонтеры им оказали. После министр отправился по объектам обращений Люберчан. На детской площадке возле третьего дома по улице Мира Терюшков поговорил с жителями о реновации игровой зоны в следующем году и проверил отремонтированные качели. Мы еще определили 2-3 элемента, которые, в принципе, на данном этапе можно было починить и в течение двух дней им их восстановить. Следующая остановка – стадион «Электрон» в Краскове. Этому спортивному объекту, где выросло несколько поколений футболистов уже полвека. Время внесло свои изменения и комплекс нуждается в обновлении. С просьбой включить стадион в программу «Спорт Подмосковья» представители спорткомитета городского округа Люберцы обратились в Министерство Московской области. В конце 2019 года, в 2020, разработали проектно-смертную документацию на капитальный ремонт нашего объекта, где мы сейчас находимся. Проект предусматривает реконструкцию трибун, строительство уличных утепленных раздевалок с душевыми санузлами, а также обустройство беговой дорожки. По словам министра спорта, реализация программы начнется в 2022 году. Сто процентов этот объект стоит в плане по капитальному ремонту. Я думаю, за полтора-два месяца мы полностью справимся, только нужно будет посмотреть так, чтобы и спортивная инфраструктура в момент проведения капитального ремонта была задействована. На футбольном поле играли дети, играли команду. Последний пункт объезда – игровая зона на улице Карла Маркса. Жители обратились с просьбой установить на площадке спортивное оборудование. По желаниям присоединилась и восьмилетняя рекордсменка мира по подтягиваниям на турнике Ксения Лукина. Она тоже попросила, чтобы на детской площадке, на которой мы находимся, появились турники, брусья, и она могла заниматься своим любимым видом спорта. Ну и все жители ближайших домов тоже. Просьба услышана. Спортивные тренажеры пообещали установить весной следующего года. Такие рабочие визиты представителей Министерства Московской области проходят по поручению губернатора столичного региона Андрея Воробьева.